Добрый день. Четвертая колонка на 500 рублей, можно, пожалуйста. Пятая, 95-я обычная? Да, обычная. Знакомый диалог для тех, кто как минимум раз в день заезжает на заправку. Но задумывались ли вы, какой путь горючее проходит перед тем, как попасть в бак вашего автомобиля? Крым топливо завозят в вагонах-цистернах с материковой части России. Сразу на заправочные станции оно не попадает. Для начала его доставляют на нефтебазу, где первым делом проверяют качество. Берем мерный стакан, в него будем набирать топливо. Берем ориометр, будем измерять плотность. Чтобы взять пробы дизельного топлива, нужно сначала подняться на крышу поезда. Спускаем на середину цистерны, открываем стакан и держим пару минут, для того, чтобы он набрал температуру. Затем ориометр медленно опускают в мерный стакан, чтобы определить температуру и плотность топлива. В данном случае у нас показывает плотность 836,5. Получается температура у нас 3 градуса. Образец переливают в герметичный бутыль и направляют в лабораторию для оценки качества. Этой девушке всего 23. Химик по образованию Мавелеми Единова по цвету и запаху может отличить практически любое топливо. Без ее разрешения в продажу оно не поступит. Наливаем исследуемый образец в мерный цилиндр, для того, чтобы максимально удобно перенести это можно было в измерительный кювет. Проверяют в несколько этапов. Сначала по внешнему виду, затем на специальном оборудовании определяют массовую долю серы, содержание воды, цитановое и октановое число – важнейшие характеристики топлива. Выбираем нужный нам режим. Октановое число 95,5, 95,8, 85,9. Если мы посмотрим на ГОСТ, октановое число по исследовательскому методу 95-го. Топливо нужно быть не менее 95-го. То есть топливо соответствует стандарту. Проверяют и наличие присадок, топливных добавок, и индукционный период бензина, чтобы понять, насколько горючее устойчиво к окислению и готово ли оно к транспортировке. Если топливо соответствует ГОСТу, то из вагонов через трубопровод длиною больше 250 метров оно попадает в насосную. Отсюда его сначала сливают в резервуары, а затем по такой же схеме разливают по бензовозам и отправляют на заправки. Практически вся работа на нефтебазе автоматизированная. Одновременно компрессорная станция может обслуживать 13 цистерн, перекачивая сразу 4 вида топлива. С учетом всех анализов и исследований цикл длится несколько часов. И перед тем, как попасть в бак автомобиля, проходит еще одну проверку, уже на заправке. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова